В Светлогорске живут удивительные люди. Порой мы даже не догадываемся, как талантлив и изобретателен наш сосед по подъезду, что мангал для шашлыков у него чудо техники, а по ночам он придумывает, как обогреть дом с наименьшими затратами. А бывает, вроде бы обычный с виду парень может на деле оказаться мастером золотые руки, коллекционером виниловых пластинок или байкером с 20-летним стажем. Еще удивительнее, если все то, что было перечислено, сосредоточено в одном человеке. Знакомьтесь, Сергей Сивак, владелец ретро-байка Днепр, выпуска 80-го года прошлого века. Именно на этом старинном моцике мы отправляемся вместе с Сергеем в его святая святых, изобретательскую мастерскую. Стремление Сергея модернизировать все, на что только падает взгляд, заметно сразу. Например, вот его верный байт. Тоже не без улучшений и усовершенствований. Мотор вообще модернизировал немножко здесь. Здесь необычная поршневая стоит, клапана с Вольсвагена, с машины, направляющая с БМВ. Кольца сделал конусный, но это обратно же эксперимент, насколько уже 2000 проехал. В принципе, компрессия хорошая, масло мотор не берет, экономно. До 6 литров расход сейчас в полной загрузке. За счет уменьшилось трения в цилиндрах за счет конусных колец на 30%, мотор меньше стал греться. Потому что езжу на рыбалку где-то по всяким ухабам. По Иракам, короче. Да, да, да. И раньше мотор грелся, но сейчас уже поменьше греется. Я уже с 2000-х лет вообще путешествую на мотоциклах. Мы с друзьями, вот я первый раз на ПС-е из Планета Спорт, с Серегой и с другом, и с Васей Маевским поехали. Он на Чизете, в Крым поехали, на море. Поездили по горам, покупались, попутешествовали. И машину никогда не хотелось? Были машины, две машины были, я их продал. Не нравится мне машина. Нету той свободы. А здесь едешь, свобода. Вон, коляска как кабриолет. Интересно. Переходим в мастерскую. Думаете, все в масле, бензине, а по полу разбросаны инструменты и детали? Не тут-то было. Да, вот гаражик. Это моей жены. Мопед учится ездить. Это наша СПК. Учит правила все эти, вот, что немножко вождения. Ну, в будущем сдаст, будет уже кататься, будут меня возить. Познакомились с мужчином, вот, в фестивале с ней. А, так это встретились два байкера. Да. Здесь чистота, как в операционной. Все по своим местам, все по полочкам. Аккуратно расставлено, разложено, развешено. А хозяин с удовольствием рассказывает и показывает, где что стоит и для чего предназначено. Токарный станок 61-го года выпуска. Ух ты. Ну, я вот реставрировал, отшабрил станинку, все это делал. Очень точно, точно до сотых, в принципе. Вот я на нем чиню мотоцикл свой. Точу запчасти, кое-какие на него втулочки. У друга попросил книжечку по токарному делу училовскую. И просто ее изучил, выучил все, сломал несколько резцов вначале. Кто бы мог подумать, что Сергей еще и меломан. На стенах висят внушительные колонки, которые подключены к проигрывателю. А на этажерке солидная коллекция винила. Хозяин, как и положено, суровому байкеру и путешественнику уважает рок, бардовские песни и мелодичные регги Боба Марли. Так, стороной кинем. Сейчас разберемся. Вот так под музыку Сергей не только доводит до ума своего железного коня, но и занимается настоящим изобретательством. Его особая гордость – газогенераторный котел, аналогов которого не производится ни у нас в стране, ни в России. Здесь без доступа кислорода идет сухая перегонка, пиролиз, древесины, и вырабатывается газ. Потом газ через форсунку смешивается с кислородом и горит. Он вообще, в дыма в нем нет. Плюс автоматика руководит выхлопом температурным. Очень экономная технология, 96% КПД. Наладить в Белоруссии производство, то хорошая, как говорится, тема. Тебя не хотят купить? Не делай. Пока не… А, вот как оно работает. Вот. Ого. Вот оно горит вниз огонь, но дыма нет, это чистое сгорание. Вот этот котел работает. Вот здесь загрузка на 3 дня, она небольшая. Вот загружаю дров, нажимаю кнопочку вот там, на той штучке. Сейчас я ее включу. Вот. Вот. Вот это автоматика отключила, так что дров нет. Дрова закончится, он выключится. Слушай, ну дом, им можно обогреть? Конечно. Двухэтажный, большой, 9 этаж. Можно сделать на 1 мегаватт даже такой. Ну, я не понимаю, что такое. Да, можно мощность взять, можно обогревать, не 2 поставить, а 3 таких котла. Я когда первый раз сделал, я был настолько удивлен, настолько экономно этих, ну, очень экономно. На хапочке дров, она очень долго работает, ну, выжимает все. Выхлоп рукой можно трогать, потому что, ну, он холодный. Безо всяких чертежей, опираясь на интуицию и собирая на глазок, он соорудил это чудо, которое может обогреть здоровенный коттедж с минимальными расходами. В копилке у Сергея еще немало идей и даже уже готовых макетов всяких технических приспособлений. Вот, например, генератор для выработки электроэнергии, как он выразился, в чистом поле или на необитаемом острове. Дровишек подбросил, чуток, и, пожалуйста, у тебя уже цивилизация. Ну, это маломощный, это просто макет. А если сделать полноценный хороший двигатель, во Франции, по-моему, и завод, такие моторы делают. Есть у нашего байкера и вовсе экзотические штуки, изобретенные не им, а вот сконструированные его золотыми руками. Вот стоит внутри коленвал, вот он крутится, вот, приводит в движение ноги, вот. А, ну, то есть ногами, да? Да, 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 это принцип колеса, это у него есть, собственно, накат. Ну, это они, это придумал, я не помню, какой-то, или японский ученый запонсетовал вот эту технологию всю. Вот, а такое было бы интересного сделать. Если ты такое сделал, по городу проехал, я думаю. Чисто аттракционно, да, развлекательное. Поставить два, три таких. А еще Сергей обожает путешествия на дальнее расстояние и признается, что, несмотря на склонность ко всему металлическому и пахнущему машинным маслом, в душе он мечтатель и романтик. Романуть на мотоцикле в Крым, чтобы искупаться в море и попробовать, каково это езда по горным склонам, да запросто. Вперед к приключениям. Вот его девиз. Когда отъехал я от Одессы, у меня были только белорусские зайчики еще в то время. И у меня японский мотоцикл, турист, литровый объем, и там утонул поплавок. И пока я там проехал всех 10 километров, у меня весь бензин с бака вытек, закончился. Ну, у нас, я рассчитывал там дальше поехать, где-то поменять, но я денег не поменял. И оказывается, никто белорусские наши зайчики не хотел брать. Я достал с мотоцикла отверточки, ножички стал продавать на заправке, чтобы заправить бензин. И знаете что, никто не купил ни отверточки, ни это. Я примерно доехал до самой таможни, мне просто там два литра. Просто делились, да? Просто делились бензином, да. И я вот так добрался до таможни. Еще он обожает отдых на свежем воздухе, куда ездит, конечно, на своем верном Днепре. А свою изобретательскую душу вкладывает в то, чтобы отдых был комфортнее и интереснее. И вот они ставят за рюмашки, наливают алкоголь и потом к столу. Рыбалка на донку с модернизированными кормушками. Какими-то хитрыми, но очень полезными. А уж если выезжать с семьей на шашлыки, то как не усовершенствовать мангал? Мясо на нем особенно сочное. И здесь именно скорость, чтобы жид бегал именно по мясу и не капает туда. И за счет этого получается сочное, очень вкусное сошлое. Сергей прокатил нас на байке, и мы убедились, что в его любви к мотоциклам есть свой резон. Ветер в лицо, пролетающие пейзажи, свобода и душа поет что-то хорошее. И славно, что мы смогли поближе узнать этого замечательного парня и рассказать о нем вам. Ведь на свете неинтересных людей нет. Каждому есть что показать этому миру. Нужно только захотеть это увидеть и услышать.